Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Аист. Меня зовут Игорь Антонов. И коротко о главных темах выпуска. В апреле начнется прием. На площадке строительства Суворовского училища вовсю идут работы по реконструкции. Замглавы оборонного ведомства посетил объект. 1 сентября учреждения обязаны сдать в эксплуатацию. Первым делом — самолеты. День гражданской авиации отмечают сегодня в стране. К столетнему юбилею мы подготовили большой репортаж о том, как работают пилоты в Иркутской области. Проигрыш в гостях. Байкал Энергия уступила Красноярскому Енисею. Подробности игры в конце выпуска. Почти 500 человек и три десятка тяжелых машин работают на площадке строительства Суворовского училища в Иркутске на территории бывшего ИВАИУ. Специалисты, задействованные на усиление фундамента, также меняют кровлю, балки. Срок введения в эксплуатацию учреждения никто сдвигать не собирается. Прием документов начнется уже в апреле. Подробнее в сюжете расскажет Мадина Халикова. Эта уникальная, представляющая историческую ценность мозаика, останется нетронутой. Строители очень бережно ведут работу в здании 1912 года постройки. Хорошо сохранившиеся кирпичи очищают уручную, позже их вернут в обновленную кладку. Приводят в порядок колонны, задействуют основные силы на фундамент. Его уже утеплили и укрепили. Еще сто лет простоит, утверждают подрядчики. Суворовское училище строят в Иркутске по поручению президента Владимира Путина. Идею его воссоздания предложил главе государства губернатор Игорь Кобзев. Контроль за качеством исполнения государственного заказа жесткий. Лично приехал на осмотр площадки заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Мы осмотрели ход строительства, в динамике видим, что происходит. Объект действительно сложный, потому что это объект культурного наследия. Очень много работ по реставрации, по реконструкции, усилению перекрытий и так далее. Тем не менее, мы видим все условия для того, чтобы полностью обеспечить учебный процесс 1 сентября. Здесь никаких проблемных вопросов нет. Как только приведут в порядок коммуникации и позволит погода, вокруг училища начнут благоустройство. Появится аллея летчиков-героев и большой спортивный комплекс. Гимнастические площадки, футбольное поле с беговыми дорожками, полоса препятствий и многие другие объекты для спортивных игр и тренировок. Само же Суворовская примет первых кадетов уже 1 сентября 2023-го. С 15 апреля начнут прием документов. Информацию в начале весны разместят на сайте Министерства образования региона. Мы определили сегодня узкие моменты. Все-таки мы выходим уже в такой весенне-летний период. Максимальное количество работников должно быть на объекте для того, чтобы 1 сентября его сдать. Но в целом тот срок, который был определен, он будет исполнен и выдержан. После осмотра стройплощадки Игорь Кобзев и Тимур Иванов посетили Иркутский городской центр «Патриот». Его директор Александр Барсуков устроил гостям экскурсию. Ведь именно на базе «Патриота» разместили созданный также по поручению президента Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который уже пользуется большой популярностью среди школьников. Я однозначно уверен, что мы уходим от компьютера с изображением 3D, потому что все равно все плоское, как ни крути. А здесь вот так. Обучение проходит с практическими занятиями. Благо, материально-техническая база у «Патриота» обширная. Адина Халикова, новости сейчас. 25 тысяч долларов США забрал дроппер у пенсионера, после чего попался в руки полиции. Потерпевший копил деньги несколько лет, чтобы улучшить условия жилья. Всего у юркутянина украли почти 2 миллиона рублей. Аферисты действовали по классической схеме. Лже-следователь позвонил с неизвестного номера и сообщил об аварии, где, по легенде, пострадала внучка потерпевшего. Мужчина в это поверил, несмотря на то, что его родственница много лет живет в Австралии. После звонка к пенсионеру пришел курьер в медицинской маске и забрал все деньги. Подозреваемого незамедлительно задержали полицейские. Когда он понял, что у двери оперативники, разбил телефон, чтобы никто не смог прочесть сообщение. Все схемы неизвестной воплощали через мессенджер. Похищенные деньги переводили на различные адреса. За работу дропперу обещали около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Зашел, получил деньги, завернутый в бумажный пакет, принятый на скотч. У меня сразу было написано, что 25 тысяч долларов. Что мне поступили на инструкцию ехать на несколько банкоматов. То есть, ну, на несколько этапов деньги на переводительную карту переводить. Вот с этих денег, 96 тысяч, ну и копейки какие-то там, ну и там, 96, 100, 150. Вы знаете, мне стыдно. Вам предлагают вернуть вложенные финансовую пирамиду деньги, быстро увеличить пенсию или разыскать старый вклад. Так могут выглядеть предложения от мошенников, которые зарабатывают якобы на помощи людям. На самом деле, чаще всего они просто втираются в доверие, получают деньги и исчезают. Эксперты Банка России советуют к подобным предложениям относиться критически. Чаще всего таких мошенников можно без труда распознать. Севдо-юристы достаточно агрессивно завлекают клиентов. При этом, стопроцентный результат они им обещают сразу после обращения. Чтобы привлечь будущую жертву, по телефону сообщают о сотрудничестве с госорганизациями. А в письмах и сообщениях используют символику и похожие на именование организации. Хотя официальные структуры и добросовестные компании никакого отношения к ним не имеют. Объезжая пробки, они рискуют попасть в аварию. Дорожный участок в Иркутске как полоса разочарований. К нам в редакцию обратились сразу несколько автолюбителей и пожаловались на то, что на одном и том же месте часто машины сносят с дороги. Они врезаются в дерево друг друга. Говорят, там очень скользко. Тут и тормозить нельзя, и на газ давить нельзя. То есть очень опасно. Вот торможу, видите, машину. Опа, повело, повело, повело. Оп, то есть вот ведет, ведет, ведет. Вот повело. Мне приходится бороться с заносом-то. Так, а здесь вот встречка идет. Мне приходится вот так вот уходить на тротуар, пешеходную часть. И вот, чтобы пропустить. Видите, человек, вот проехал я. Так, теперь, ну теперь здесь уже более-менее. Хотя я вот здесь, я тоже видел, авария в этом месте произошла. Николай ежедневно ездит по этому склону. Опытному автолюбителю приходится не просто на заезде. Уже вторую зиму подряд Николай прилагает усилия, чтобы поднять в горку свой внедорожник. Иркутянин предполагает, это из-за того, что дорогу не чистили уже несколько недель. Она до такой степени накатана автомобилями, что просто машина, даже вот у меня 4ВД, она, ну, ее ведет очень сильно. А если машины попроще, то есть они просто влетают или вот в эту березу, или бьются здесь, на этой проезжей части. В последнее время на этом участке я наблюдаю аварии каждый день. Каждый день происходят аварии. Бьются машины довольно приличные, то есть дорогие машины. Сейчас сами знаете, ремонт во сколько им обойдется. Подняться на вершину получается далеко не у всех. Некоторые автолюбители вынуждены разворачиваться назад, в поисках другого пути. Да, конечно, неудобно. Ужасно. Ну, почистить надо бы вовремя, да и все. Ну, даже если вот получилось вот так вот, то надо какие-то меры принять, да и все. Добавляют опасности и то, что рядом газовые баллоны и мусорные контейнеры. Случайный заезд в них может стоить водителям еще дороже, чем ремонт автомобиля. Аварийно опасный участок дает о себе знать довольно-таки часто. Аварии здесь происходят почти что каждый день. И их последствия не успевают убирать дворники. За ответом мы обратились в администрацию Иркутска. Данная дорога является неучтенным объектом. Соответственно, в перечень работ по регулярной уборке не входит. Ее чистят по заявкам жителей. Для постановки в план работ по содержанию дорог ее необходимо поставить на кадастровый учет. Такая процедура уже запущена. Ведется подготовка документов. Как нас заверили в прислужбе администрации, сегодня участок уже почистили. Александр Гаврилов, Иван Прокудин. Новости сейчас. Мастер-план туристического кластера Иркутск-Стальцы обсудили на заседании губернатор Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора корпорации «Туризм РФ» Денис Сикачев. Проект предполагает создание культурного пространства, в том числе контактный зоопарк, экотропы, велодорожки, а также гостиничный комплекс. Одной из особенностей территории станет яхтенная марина полного цикла с возможностью зимнего хранения судов. При воплощении проекта планируют уделить особое внимание экологической безопасности. Как отметил глава региона, важно сохранить природу при Байкальской территории. Кластер Иркутск-Стальцы – приоритетный проект для туристической инфраструктуры региона. Он направлен на повышение инвестиционной привлекательности при Ангаре. Напомним, Иркутская область – первый регион, заключивший сотрудничество с корпорацией «Туризм РФ». Соглашение подписали во время Петербургского международного экономического форума. Это большая территория в 300 гектар. Мы планируем, что до 2030 года там может возникнуть 3500 номеров. Конечно же, поэтапно, не сразу. Первый этап мы планируем тысячу номеров. Считаем, что наши гости уже могут приехать в новый интегрированный большой курорт уже в 2026 году. День гражданской авиации отмечают сегодня в России. Ровно 100 лет назад в нашей стране состоялся первый пассажирский авиарейс. Самолет направлялся из Москвы в Нижний Новгород с девятью пассажирами на борту. К слову, в Иркутской области похожие перелеты до сих пор актуальны. Их ежедневно выполняют войскут, Устилимск или, например, Подайбом. Наши корреспонденты отправились в один из таких рейсов. Для командира экипажа Евгения Дранкина это привычный отчет после каждого полета. Он докладывает о завершенном рейсе из Иркутска в Подайбо, после чего сразу готовится к следующему. Диспетчеру он сообщает о температуре воздуха, количестве топлива и состоянии судна. Это хоть и привычная часть работы пилота, но даже ее профессионалы оттачивают на постоянных курсах переподготовки. И меняется у нас, как бы и законы сами меняются. То есть обновляются, ФАПы обновляются, то есть некоторые дополнения приходят. То есть эта работа, она подразумевает. Повышение квалификации имеется, со нормой 8 часов в месяц налет. Как бы так, но весь продлен как-то вот до 90 часов. Экипаж Ан-24 стандартный. Командир, второй пилот, бортмеханик и штурман. Последний должен наизусть знать каждое препятствие по маршруту, расчет топлива, скорости для массы самолета и четко реагировать на внештатные ситуации, которые порой случаются. Оперативно представлять, а что же будет у тебя впереди, и так сказать, опережать полет, лететь впереди самолета. Ну, лопнуло стекло в кабине. Вот, летели, ну, пришлось сесть на запасной аэродром. Вот, пассажиры этого не заметили. Мы заметили. Ну, все получилось благополучно. То есть, случай вроде бы как, это не такой, ну, казалось бы, со стороны, это не страшно там, да, это же не пожарный, не отказ там какой-то. Ну, лопнуло, да лопнуло. Ну, были какие-то свои эти неприятности, ощущения. Передохнув буквально несколько минут, команда авиаторов снова в деле. Возвращаются в Иркутск. Ан-24 – один из ветеранов гражданской авиации. Их не выпускают уже более 40 лет, но аналогов им так и не появилось. Только подобные турбовинтовые могут сесть в северных аэропортах, на грунтовых трассах и беспроблемно оттуда же подняться в воздух. Именно малая авиация помогает сэкономить время в пути людям, работающим в дальних районах Иркутской области. Быстро, уже время сэкономить. В плане экономии, логистики, это предпочтительнее, чем, допустим, на автобусах поехать сюда на работу? Ну, естественно. Я один раз в Усть-Куде ехал на автобусе. Больше нет, конечно, в самолете. Спасибо большое. Экономия времени. А начинаются полеты на земле. Евгений Еловский – ветеран авиации. В этом деле с 1971 года. Долгое время был пилотом, после чего решил спуститься на землю, где, по его словам, работать сложнее. Сейчас он руководит производственно-диспетчерской службой в Иркутском аэропорту. Каждый день готовит к полету более 50 рейсов. Несмотря на то, что Евгений уже более 20 лет не управляет самолетами, он часто с теплом вспоминает то время, когда сидел за штурвалом. Мы с Антвайсейли лес. Есть такая форма, ну, то есть самолет засыпаются семена, и над местностью мы их высыпаем. Я спрашивал у агронома, я говорю, а когда результат можно посмотреть? Он говорит, лет через 8 приезжай, съездим, посмотрим. Работать, конечно, хотел бы, но возраст он все равно дает свое. И, в общем-то, 30 лет отлетать, 20 с лишним лет отработать на земле тяжеловато, конечно. Но пока силы есть, будем работать. В международном аэропорту Иркутск трудятся более полутора тысяч человек. Каждый день они обслуживают от 6 до 9 тысяч пассажиров. А за один только прошлый год через воздушную гавань прошло более 2 миллионов человек. Вылетело почти 16 с половиной тысяч самолетов. Российская авиация в прошлом году начала борьбу с последствиями санкций. Ежедневно работники авиакомпании изобретают новые логистические цепочки, решают проблемы с поставками определенных запчастей. И, конечно же, стараются сделать перелеты комфортными и доступными для пассажиров. Работа через страны СНГ в основном, ну, и через те страны, которые продолжают поставки запчастей. Несколько цепочки удлиняются, но, скажем так, пока вот все-таки у нас наши специалисты находят выход из ситуации и поставляют те агрегаты и запчасти, которые нам необходимы. Устанавливается перечень воздушных линий, устанавливается тариф, и сумма недополученных доходов размещается авиакомпанией. В свой профессиональный праздник принимают поздравления все российские пилоты, бортпроводники и, конечно же, наземные технические работники отрасли. Благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране. Сегодня гражданская авиация надежный, удобный, технологичный и самый быстрый вид транспорта. В наш профессиональный праздник хочу особые слова благодарности сказать ветеранам гражданской авиации, тем, кто стоял у истоков формирования отрасли, кто заложил ее традиции. Александр Гаврилов, Иван Прокудин и Сергей Коваленков. Новости сейчас. Что подарить на 23 февраля? Идеальное решение – бритвенная система «Дорка» с кассетой и в подарок женская бритвенная система «Дорка». Ждем вас в магазинах Любава. Акции действительно с 1 по 28 февраля. Хоккеисты «Байкал Энергии» в гостях уступили красноярскому Енисею. Белосиние начали эту встречу очень активно. Так первый гол подопечным Андрея Пашкина удалось забить уже на второй минуте. Александр Антипов выдал проникающую передачу на Рауана Исалиева, после чего он уверенно разобрался с вратарем красноярцев и отправил мяч в пустой угол ворот. А спустя время все тот же Исалиев оформил дубль. К сожалению, для фанатов «Байкал Энергии» после этого иркутяне не забивали. А вот соперник не только отыгрался, но и вышел вперед 4-2 победа Енисея. «Сыграли неплохой первый тайм, но были некоторые пробелы в игре. Второй тайм у нас не получился. Было желание, но не хватило холодной головы, потому было достаточно много потерь мяча, в которых соперник успевал забивать на мячи. Но и в конце концов мы проиграли матч». «Было, конечно, много моментов нереализованных, которые хотелось бы вовремя реализовать. Но, тем не менее, которые потом дали были моменты, мы их реализовали и довели матч до победы. В принципе, игрой довольны». Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин